Здравствуйте! Новости на телеканале Хабар. В студии Жанна Ситхан. Суртоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. До 5 миллионов тонн нефти в год готовы поставлять наша страна в соседний Узбекистан. Депутатам Мажелиса на пленарном заседании сегодня презентовали ратификационный законопроект о двустороннем сотрудничестве в области энергетики. В парламенте все утро находилась моя коллега Ирина Камышова и уже готова рассказать подробности. Ирина, здравствуйте! Вам слово. Добрый день, Жанна. Возвращаясь к вопросу поставок казахстанской нефти в Узбекистан, хочу отметить, что министр подчеркнул, прежде чем наладить экспорт наших нефтепродуктов, нужно обеспечить инфраструктуру. В частности, расширить сразу несколько нефтепроводов и реконструировать нефтеперекачивающие станции. А это многомиллиардные, если считать в национальной валюте, затраты. Но что касается самого соглашения между Узбекистаном и Казахстаном, то оно предполагает транзит российской нефти в Узбекистан через нашу территорию и, собственно, поставку казахстанских нефтепродуктов в Узбекистан. Вообще, сотрудничать в энергетической сфере страны начали недавно, с 2017 года. С тех пор в соседнюю страну из Казахстана было поставлено больше 100 тысяч нефтепродуктов. Такие вот энергетические взаимоотношения двух стран положительно повлияли на южные регионы Казахстана. Это отметил и сам Канат Бузумбаев. Давайте послушаем. Для нас очень важно зимой обеспечение юга страны газом, потому что из года в год газ, значит, юг страны по газоснабжению зависел от узбекской стороны. К сожалению, не всегда удавалось необходимые режимы зимой выдержать Узбекистану, потому что потребление там стремительно растет, если холодает. Поэтому наш построенный газопровод «Веню Базовый Шенкент» позволяет нам нивелировать эти вопросы. А те транзитные возможности, которые Узбекистан для нас предоставил, также это копилка в вклад стабильного обеспечения газом. Еще один законопроект, который сегодня не только рассмотрели, но и сами инициировали депутаты, предполагает привлечение к ответственности первых руководителей госорганов за коррупционные проступки их подчиненных. Впрочем, обо всем подробнее расскажу вечером в итогах дня. Жанна, вам слова. Спасибо, Ирина. А мы продолжим выпуск. О сотрудничестве в информационной сфере телеканалы агентства «Хабар» и в частности «Хабар-24» с этого года будут вещать на территории Российской Федерации. Сигнал теперь доступен для всех кабельных операторов соседней страны. Этому предшествовала многолетняя работа. В этом году в Казахстане планируют начать медиазамеры. С их помощью можно будет получать объективные данные о рейтингах телеканалов и конкретных телепродуктах. Это повысит эффективность госинформ-заказа. А в 2021 году в Казахстане к 4G подключат больше 3000 сел. Параллельно идет работа по освоению технологии пятого поколения связи. К примеру, скачивать различные фильмы, программы можно будет за пару секунд. Развитие получит технологии виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей и масса других. В текущем году планируется реализовать пилотный проект по тестированию технологии 5G в Казахстане, после чего определить оптимальные стройки для ее внедрения в стране. Новые услуги начали предоставлять в миграционных цонах. Там регистрируют иностранцев, временно прибывающих в страну и людей без гражданства. Раньше этим вопросом занимались подразделения МВД. В цоны также планируют передать услуги по оформлению документов для выезда за пределы республики на ПМЖ и согласованию приглашений принимающей стороны по выдаче ВИЗ Казахстана. Пассажирский автобус с гражданами Узбекистана эвакуировали с трассы в Западно-Казахстанской области. В регионе третий день бушуют метели. Перекрыты все дороги областного значения. В снежных заторах оказались сотни автомобилей в Байтирекском, Тоскалинском и Акжаикском районах. На трассе Уральск-Тоскала спасатели вызвали из заносов 57 легковых автомобилей и 5 грузовых газелей. Ветром, порывами до 35 метров в секунду снесло крыши двух школ в Тоскалинском районе и в Уральске. 26 сел остались без электричества. Аварийное отключение электроэнергии – это в Каратюбинском районе, Сырымском районе, Косталовском районе. В настоящее время Каратюбинский район полностью подключен. В Сырымском районе только остается у нас поселок Казахстан и в Косталовском районе один населенный пункт. В данном управлении работа проводится по подключению к электроэнергии. В Казлардинской области мониторят наиболее опасные участки Сырдари. В регионе ждут потепления. Насколько высок риск подтоплений и какие противопаводковые меры принимают в регионе, готов сообщить Алибек Большуленов. Он на прямой связи со студией. Алибек, добрый день. Передаю слово вам. Добрый день, Жанна. На сегодня уровень воды в Сырдарье тревоги не вызывает. Но на случай паводковых угроз готова спецтехника, подразделение ЧАЭС, два вертолета Каза Авиаспас, запасены инертные материалы ИГСМ. На сегодня попуск воды из Шардарьинского водохранилища в низовье Сырдари составляет 700 кубометров в секунду. Половину объема забирает Коксарай, а через Казлардинский гидроузел проходит 300 кубометров воды в секунду. В регионе планомерно ведутся работы по укреплению дамб. В прошлом году на реконструкцию 26 опасных участков реки потратили 306 миллионов тенге из областного бюджета. За последние три года в регионе построили 84 защитные дамбы, 10 километров из них на левобережье Сырдарьи. О других противопаводковых работах мы попросили рассказать руководителя областного управления по мобилизационной подготовке Аслбека Шаменова. Скажите, какие меры принимаются сейчас и есть ли проблемы? Для экстренных ситуаций в области подготовлены у нас 79 сборных эвакуационных пунктов, также 99 пунктов для приема населением. Для выброса паводковых вод в области подготовлены 19 магистральных каналов и также 7 водохранилищ. В данное время на опасных участках проводятся укрепительные работы в Аральском, Казалинском, Жалагарском районе, также в пределах города Казаларды. По дорожной карте из предусмотренных 11 мероприятий мы в прошлом году из областного бюджета выполнили по 5 проектам, а по 6 проектам не нашли финансовую поддержку в министерствах. Но если в этом году выделят средства, то будут проводиться на этих участках работы. Спасибо за подробную информацию. Строительство дамп на Сырдарье продолжится в этом году. На возведение 23 защитных сооружений из областной казны выделено 448 миллионов тенге. Но мне остается только добавить, что по прогнозам синоптиков в ближайшие 10 дней в регионе ожидается резкое потепление и небольшие осадки. Жанна? Спасибо. Это был наш корреспондент из Казаларды Алибек Байшленов. А мы продолжим выпуск. 14 миллионов тенге украли из отделения почты Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Подозреваемый, специалист по техобслуживанию банкоматов, задержан. По версии следствия, он ночью, разбив окно, проник в здание, а чтобы скрыть следы преступления, поджег газеты и журналы. Железнодорожные грузоперевозки планируют увеличить на 3,5%. Проблем с экспортом зерна и доставкой угля в этом году возникнуть не должно, отметили в нацкомпании. В прошлом году объемы грузов составили 283 миллионов тонн. Это на 11 миллионов тонн больше, чем годом ранее. Основная проблема в обеспечении перевозок зерна у нас ежегодно возникала из-за снижения оборачиваемости вагонов в направлении Узбекистана. Данный вопрос сегодня полностью исчерпан. На сегодняшний день у нас испытывается некоторый избыток вагонов для перевозки зерна и продуктов перемола зерна. 4 марта в Казахстане впервые пройдет чемпионат мира по классическим шахматам. В турнире примут участие 20 сборных команд из 14 стран мира, 10 мужских и 10 женских. Нашу страну представят сильнейшие шахматисты, в числе которых Динара Садуакасова и Ануар Исмагамбетов. Командные чемпионаты мира проходят каждые два года. Действующий победитель среди мужчин – сборная Китая, среди женщин – Россия. Такова информационная картина к этому часу. Итоги дня мои коллеги подведут в вечерних выпусках новостей. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит прогноз погоды. Всего доброго.